Готов, дорогие друзья! А уже совсем скоро Роша Шана! Новый год! Мир обновляется! Мы с вами обновляемся! Новая судьба! Новые приговоры! И дай нам Бог Шана Това Умытука! Хороший и сладкий год, чтобы у нас было и здоровье, друзья, семья, все здоровые, куча денег, чтобы вы могли спокойно служить Богу, не отвлекаясь на все эти постоянные проблемы, которые нас сбивают от служения Всевышнему. Дай нам Бог всем Шана Това Умытука! Итак, все мы готовимся к суду, и мы хотим, чтобы чаша весов, на которой есть наши заслуги, перевесила чашу наших грехов, которую мы тоже, увы, но периодически делаем. Говорят нам наши мудрецы, как же сделать нам какие-нибудь мощные заповеди, чтобы они перевесили эту чашу весов? Какой можно придумать или найти поступок, который очень-очень сильный и очень-очень мощный, чтобы сделать какое-то действие, и мы могли успеть-успеть изменить нашу судьбу, судьбу наших родных и близких, чтобы чаша весов с заслугами перевесила? Говорят нам наши мудрецы большой-большой секрет. Написано в Торе так, что если праведники воюют со злодеями, то написано в Торе, что пятеро из вас погонят сотню, то есть каждый из этих пятеры сможет победить двадцать грешников, а сотня ваших погонят десять тысяч. То есть здесь получается, каждый из праведников погонит целую сотню. Я не понимаю. То, что Торе говорит, что при такой войне один побеждает двадцать, и сразу за этим Торе говорит, что если у вас будет сто, вы побеждаете десять тысяч, то есть каждый из вас погонит сотню злодеев. А куда же делать пропорции? Только чтобы один сильнее двадцати, и сразу за этим Тороном пишет, что если у вас сто, а один сильнее в ста, говорят нам наши мудрецы. Если у вас пятеро, да, вы праведные люди, вы сможете погонять сто человек, вы победите сто злодеев, и каждый из вас одолеет двадцать грешников. Но если у вас сто, вас намного больше, праведников намного больше, вы собрались вместе бить злодеев, то каждый из вас погонит уже не двадцать, а сто. Чем больше праведников в одном месте, чем больше праведных, хороших людей делают хороший поступок, тем сильнее мы можем победить силы зла, и тем сильнее и мощнее наша заповедь. Если у вас пятеро, это очень хорошо, но ваш потенциал, вы можете победить двадцать человек, каждый из вас. Но если у вас собралось сто, вас в пять раз больше, то у нас уже другая совсем пропорция. Не каждый из вас побеждает только двадцать, а каждый из вас может погнать сотню злодеев. И это же важнейшее правило, что чем больше праведников, тем больше хороших людей вместе, у них намного увеличивается духовная вот эта вот мощь заповеди. Чем больше вас, тем больше духовная мощь. Мы это находим также в Мишне и Перкаявод. Мишна говорит, откуда мы знаем, что если десять человек учат Тору, что Всевышний спускает свое присутствие на этих людей и приводит нам источник из Торы? Откуда мы знаем, что пять? Откуда мы знаем, что три? Откуда мы знаем, говорит Мишна в конце, что даже если один учит Тору, то Всевышний к нему спускается? На все эти случаи Мишна приводит какой-то источник из Писаний. Задается вопрос, если уже Тора говорит нам, что когда один человек учит Тору, к нему спускается Всевышний, так понятно, что тем более, когда их пять, когда их десять, когда их сто. Зачем ты мне находишь источник для каждого из этих случаев? Скажи мне, что к одному спускается Всевышний, и я уже сам пойму, тем более, когда их больше, их десять, их сто, их тысяча. Говорят нам наши мудрецы, что Мишна приводит источник к каждому случаю, когда один, когда пять, когда десять, когда сто и так далее, потому что качество присутствия Всевышнего меняется. Конечно, когда даже один учит Тору, такая великая заповедь, Всевышний к нему спускается, но если учат Тору тысячи человек, мы приводим другое описание, что Всевышний спускается, потому что, когда столько людей учат Тору, конечно, качество присутствия Всевышнего намного, намного больше, и это совсем уже другое учение, которое приводит Мишна в Пиркаевод. Вот мы уже видим два наглядных места в Торе, где написано, что чем больше людей делают заповеди, тем больше духовная мощь этой заповеди, и чем больше присутствия Всевышнего у этих людей среди них находится Всевышний намного ближе, намного сильнее, чем, если бы этих людей было бы намного меньше. И еще один пример. Когда мы говорим Зимун втроем, да, есть такой закон, когда ели трое мужчин хлеб, мы делаем общественное богословение после еды. Когда нас трое, то оно имеет один вид, но когда нас десять мужчин, которые ели хлеб, то мы можем произнести Эну Кейну, совсем качественно другой Зимун. Те, кто знают, что такой заповедь Зимун, понимают, что мы произносим имя Всевышнего только, когда есть десять человек. Потому что, когда есть десять человек, когда есть Миньян, тогда Всевышний находится намного ближе к нам, и мы уже совсем имеем другую конструкцию Зимуна. И также очень важно, говорят, наши мудрецы молиться в общественной молитве. Приходи в синагогу. Есть такие молитвы, которые запрещено читать, когда ты молишься в одиночку, а только, когда есть Миньян, когда есть Кворум, десять человек, те тринадцать качеств милосердия, которые мы сейчас произносим в Слеход, их можно произносить только если есть Миньян. Итак, дорогие друзья, когда мы с вами все готовимся к Роша Шана, нужно не забывать делать общественные заповеди. Нужно, сейчас очень много групп в Ватсапе, давайте пойдем на такой урок, давайте сделаем такую митву, такое объединение, давайте скинемся там на какую-то невесту, поможем ей сыграть свадьбу. Надо участвовать в общественных заповедях, молиться вместе, кушать хлеб вместе, чтобы произнести беркат Амазон вместе и так далее, и так далее. Говорят нам наши мудрецы, мы это видим, наглядные истории, что тем больше людей участвуют в заповеди, тем сильнее эта заповедь и тем больше заслуги каждого из участников этой заповеди. Дорогие друзья, всем желаю еще раз шанату ваум и тукар, и я очень рекомендую исполнять то, что нам рекомендуют наши мудрецы, делать побольше общественных заповедей, делать заповеди вместе с другими людьми. Даже есть такой запрет Асур лифрош минацибур. Запрещено, если община делает что-то, от них отдаляться. Не отдаляйся от общины. В общине все заслуги присоединяются и твоя заслуга намного больше. Шана товар ум и тукар. Откры accounting. Продолжение следует...